Священники на футбольном поле. На турнире в Сертово выступили шесть команд, в составе каждой священнослужители. Соревнование торжественно открыл экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин. За ходом баталии следил наш корреспондент Константин Гусок. Как в Лиге чемпионов, только вместо гимна — молитва Царю Небесной. Из-под ряса выглядывает спортивная обувь. Для священника Артема Литвинова этот день особенный. Он собрал в зале пять команд благочиней из 15 богослужителей и прихожан. Очень интересно взаимоотношения внутри команды. Это и молодые ребята, чуть постарше, и опытные священники. Многие с опытом игры в футбол, некоторые без опыта. Самый младший игрок Всеволожского благочиния — Марк. Ему всего 13. В команде с ним два старших брата, а еще трое приехать не смогли. В большой спортивной семье он хочет стать врачом или футболистом. Еще не решил. Пяти лет я занимался футболом, но сейчас на некоторое время из-за болезни перестал. Но сейчас опять хочу вернуться. Соревнование открыл бывший капитан «Зенита» Алексей Гонин. Обладатель Кубка России даже тренировал сборную епархий и не понаслышке знаком с церковным футболом. Есть такая спортивная и футбольная страсть, но уважительное отношение. И в первую очередь, что бросается — отсутствие мата на поле. На самом деле это практически немыслимо для уличного футбола, да и профессионального тоже порой. Сняв рясу, Артем выходит на поле уже в форме своей команды. Но капитан не уделяет ему много игрового времени. Священник не против. Есть более подготовленные игроки. Они вставляют так, что вам они горюют. Вставьте ноги в жесткость, ничего, через фолл нормально. А то ломаются. Молодцы, молодцы, нормально. В случае ничей пробивают послематчевые пенальти. Шесть команд разделены на две группы и играют каждая с каждой. Лучшие выходят в финальную часть. Все по правилам мини-футбола. Пять игроков в поле, один на воротах, два тайма по 10 минут. А чтобы игра проходила чисто и без нарушений, за всем следит внимательный взор профессионального арбитра. К пяти командам со священнослужителями организаторы добавили и местную сборную Сертолова. Роман Пляшев работает тренером последние пять лет и на предложение сыграть на турнире согласился незамедлительно. Люди приехали отдохнуть, пообщаться. Всегда приятно, когда люди любой профессии занимаются спортом, а не всякой ерундой. Как знаменитый полузащитник Барселоны Хави руководил своими партнерами, так и здесь служитель церкви дает наставление перед игрой. Далеко. Мяч выносим сразу же. И играем на Диму. Дима впереди. Дьякон Тимофей один из самых опытных на турнире. Вратарь каждый год выступает в составе Метрополии на крупном церковном турнире в Москве. А эти соревнования – отличная возможность подготовиться к новым баталиям в столице. Кубок Дмитрия Донского в Москве проходит несколько раз в году. Мы туда постоянно ездим. Вот очень нравится, очень хороший турнир. Мы его даже не раз выигрывали. После напряженных поединков чемпионом стала команда из Приозерска. Именно она и увезла с собой переходящий кубок Выборгской епархии и мяч с автографами действующих игроков «Зенита». Константин Гусак и Рима Львова. Live 78.